Доброго времени суток, уважаемые коллеги. С вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Текмил. И это мой очередной обзор по техническому анализу отдельных инструментов, которые представляют интерес на текущий момент. Сегодня среда, 22 апреля. Предлагаю рассмотреть валютные пары с евро и британским фунтом, которые, похоже, завершают нисходящую коррекцию и переходят в очередную фазу роста. Также посмотрим нефть марки Brent, ситуация вокруг которой складывается крайне напряженная. В последние дни все обсуждают то, что происходит на рынке нефти. Вероятно, никакого позитива на этом фронте ожидать не стоит. И цена здесь еще может обновить предыдущие минимумы. Итак, евро, по всей видимости, продолжать снижение больше не собирается. Цена закрепилась над уровнем 1.0830, который ранее выступал сопротивлением и сейчас изменил свою полярность на поддержку. Цена неоднократно пыталась пройти этот уровень и после безуспешных попыток, очевидно, может совершить отскок и начать рост. Поэтому приоритет сценария меняется с нисходящего на восходящий. Пока пара колеблется в рамках узкого диапазона между 1.0830 и 1.0892, пробой вверх этого диапазона даст старт импульсу роста. Окончательно подтвердить сценарий с ростом может повторный тест поддержки на 1.0830 и последующий отбой от него, что направит котировки к ближайшему уровню сопротивления на 1.0925 с потенциальным проходом до 1.0987. Отмена данного сценария и возврат к сценарию с нисходящим движением состоится при пробое диапазона вниз и движении в сторону разворотного уровня на 1.0772. Аналогично ситуации и по британскому фунту, который по всей видимости закончил коррекционное снижение и начинает новый импульс роста в рамках восходящего тренда старшего порядка. Пара достигла целевого уровня коррекции на 1.2287, выше которого в последующем закрепилась и сейчас совершает отскок. Данный уровень сработал как сильный уровень поддержки, который не дал цене пройти ниже. Таким образом можно предварительно констатировать окончание коррекции и начало нового цикла роста. Дополнительным подтверждением данного сценария может стать повторный тест поддержки на 1.2287 с уверенным закреплением выше и последующим отбоем от него. Это позволит котировкам направиться к ближайшим важным уровням сопротивления с целью на 1.2460 с потенциальным проходом до 1.2508. Сигнал отмены данного сценария и возврат к коррекционному снижению состоится при пробое поддержки и достижении разворотного уровня на 1.2208. Ну и наконец нефть марки Brent, которая показывает чудеса волатильности и продолжает падать без каких-либо серьезных признаков на восстановление, причиной которым очевидно является напряженная обстановка на мировых рынках. Поэтому разумно предполагать, что любой рост является больше коррекционным отскоком и цена снова вернется к снижению и обновлению многолетних минимумов. На данный момент цена достигла очередного минимума в районе отметки 17.27 и сейчас пытается совершить отскок, пределы которого могут находиться в районе сопротивления на 1.2332, где рост может завершиться. После чего котировки вновь могут перейти к снижению с целью в районе предыдущего минимума на 17.27 с потенциальным проходом до 15.82. Отмена данного сценария и сигнал на углубление коррекции может наступить при продолжении роста выше разворотного уровня на 25.06. И на этом у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством к действию и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске.